В этом году честь стать центром празднования 89-й годовщины образования Ленинградской области выпала городу Сланце. После основательной реновации и солидных финансовых вливаний из областного, районного и городского бюджетов, город преобразился и похорошел как никогда. А долго ли продержится вся эта красота? Этим летом многие сланцевчане задавались вопросом. И вот опасения жителей оправдались. Разгул вандализма начался в парке на берегу реки Плюса. Мы всегда здесь гуляем, каждый день. Как вам состояние парка? Вот было все нормально, сейчас ненормально. Так, эти урны все заполнены стеклянными бутылками. Ну, стеклянными пусть это... Есть молодежь, разбивает. Вот там внизу площадка такая, где обильная такая. Три урны брошено Плюсу. Разбиты все бутылки. Вот сейчас немножко подвели там женщины, кучечки такие собрали. Ну, вот и все. Порядка нет. Вот здесь бы, хоть бы проверяли бы, милиция-то хоть бы ходила бы или кто. Ну, должны же урны убирать. Должна быть кто-то дворник какой-то или как. Я не знаю. Кто? Ну, а так ведь ходят. Они еще не бросают куда-то вот мимо урны в урну. И все наполненные. Этот парк на берегу реки – одно из любимых горожанами мест для неспешной прогулки. Привлекает он уютными скамейками, аллейками, живописным речным пейзажем. Место романтичное и спокойное. Однако далеко не всех радует этот уютный городской уголок. Сланцевским варварам новые дорожки и аккуратные лавочки совсем не дают покоя. Особое удовольствие, видимо, испытали, выбросив в реку новые гипсовые урны. Даже грустно за наших людей с низким уровнем воспитания. Как администрация Сланцевского района контролирует благоустройство и порядок на этой территории? Необходимо для содержания, в первую очередь, денежные средства. Бюджет этого года был сформирован в прошлом году. Поэтому тех денежных средств, которые необходимы для содержания этой территории, у нас, к сожалению, не имелось. Но мы по договоренности с организацией ДОРОС договорились для того, что они будут своими силами, без нашего финансирования, по своей инициативе, эту территорию содержать в надлежащем виде. На следующий год мы планируем возвести ограждения вдоль берега реки Плюса, потому что поступали обращения граждан, что есть опасения по неусмотрительности, либо дети, заигравшись, либо еще кто может отступиться и упасть туда, к воде. Поэтому на следующий год у нас тоже эти средства будут предусмотрены, мы обязательно ограждение установим. Также мы просматриваем вариант на следующий год, установить там уличное освещение, чтобы не только в дневные часы, но и в вечернее время жителям там было приятно проводить свой досуг. В администрации Сланцевского района нас заверили, что урны из реки достанут, лавочки поставят на место и уберут мусор. А пока бороться с нападками вандалов нужно всем миром, иначе парк вновь может превратиться в неухоженное и захламленное место. Администрация Сланцевского района убедительно просит каждого относиться более бережно к инфраструктуре, которая располагается в парке, а также ко всем новым объектам и тем, которые появятся в будущем. В случае, если вы стали свидетелем варварских действий, обязательно сообщите о происшествии в полицию.